Друзья, у меня сегодня который оператор, вот, дальше я посмотрю, конечно, как снялось. Смотрите, огромную вену удалили. Обратите внимание, что здесь творится. Вот приток, вот приток. Видите, гигантское количество притоков, смотрите, как маленький пенис торчает. Их так много. Вот, мы сейчас удалим, на самом деле так. Главное, адресин, хи-хи-хи, а сам не сказал, типа урола вспомнил. Вот, посмотрите. Видите, да, видно, не мутно? Ну, фокусируется нормально. То фокусируется, то не фокусируется. Вот сейчас фокусируется, да, хорошо. Вот, вот такие мощные притоки. Это варикозная вена. Даже пациент, который на меня подписан, где-то за мной наблюдает в соцсетях. Он говорит, а что же буду я делать без этой вены? А что он делает на второй ноге без этой вены? Живет. Вот, у него кровоток идет в нормальном русле. Это больная вена. Ее фактически не должно быть, как аппендикс. Аппендикс никакой роли в организме не несет. Вот эта вена точно такая. Аппендикс, единственное, как мусорное ведро, может собираться, растягиваться, воспаляться и приносить гигантские проблемы. В том числе, всякие перитониты могут быть от маленького аппендикса. Вот эта вена тоже. К сожалению, вот в таких кармашках возникают тромбы чаще всего. У пациентов, к счастью, тромбов нет. Но я показывал его ногу до операции, и у него нога потемнела. Вот послезавтра ко мне придет на перевязку первую, у него же нога наполовину посветлеет. Потому что застоя уже не будет. Нога будет такая кошерная. Вот. И все. Таблетки мы на 5 дней назначаем в стандартную терапию противовоспалительной. И сегодня, через 4-5 часов, даже после такой большой операции, мы отпускаем домой. Вот. Единственное, что нужно будет соблюдать рекомендации. Первые 2 дня щадящий режим. А дальше, как ни в чем не бывало, человек живет. И все. Вот. Будут вопросы, пишите в описании, в комментариях под роликом. Как и в описании под роликом. Будут форму связи. Пишите, записывайте на прием через WhatsApp. Писать, не звонить, а писать. Все.